Сейчас Украина имеет три пути развития РЭП. Совершенствование имеющегося вооружения, внедрение средств радиоэлектронной борьбы, предоставленных иностранными партнерами, и внедрение качественно новых средств РЭП собственного производства. Об этом шла речь на форуме, посвященном развитию средств РЭП в Вооруженных Силах Украины, с участием представителей ВСУ, Минобороны, профильных министерств и компаний-производителей систем РЭП. Эффективный РЭП на поле боя – это, в первую очередь, сохранение жизни украинских воинов. Отметил главнокомандующий ВСУ, и определил развитие РЭП как один из ключевых приоритетов. Без средств РЭП сейчас трудно представить поле боя. Сегодня поражение дронами достигает 60%. Поэтому развитие систем РЭП, их максимальная эффективность и поставки в войска в достаточном количестве – вопрос, который требует оперативного решения. Отметил заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко. Особого внимания требует существующая система поддержки отечественных производителей на этапах разработки и кодификации систем РЭП, сейчас функционирует система испытаний новейших образцов. Также мы формируем экспериментальные боевые подразделения для проведения таких испытаний в боевых условиях, выводы которых значительно упрощают кодификацию изделий, говорит начальник управления инновационной деятельности ВСУ полковник Виталий Добрянский. По словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Барнякова, количество образцов средств радиоэлектронной борьбы сейчас значительно увеличилось. Мы начинали с 10-15 разработок, сейчас имеем около 200, подчеркнул он. По мнению участников форума, важно ускорить разработку образцов, нормировать и упростить процедуру кодификации, масштабировать производство систем РЭП, научить военнослужащих эффективно пользоваться ими. Это основные задачи в настоящее время. Продолжение следует...